Можно составить славление к богам, которые способны даровать оптимизации посмертных путей. Есть ли в роду конкретные мерзкие грешники какие-то? Очень грешные. Ну не знаю, ну не знаю. Хорошо, тогда будем исходить, в принципе, из базовых параметров, считая, что нет никаких особо праведных и нет никаких сильно падших грешников, да? Ну, я могу запитать, до какого колена вона знает вообще, и на основе этого, что она же про них знает, сказать. Ну, то, что я знаю, то никаких особо грешников или праведников нет. Тогда нужно исходить из базовых параметров, тогда нужно составить славление, начиная от Сагара, Стребок и Псоглав. Сагар, Стребок и Псоглав — это, скажем, к богам, непосредственно управителям посмертных путей. Сагара, высший судья посмертных путей, Стребок — непосредственный судья-распорядитель посмертных путей, Псоглав — прокладыватель путей и своеобразный судебный пристав. Соответственно, можно начинать с Аум Сагара на имя Гаи, Аум Стребок на имя Гаи, Аум Псоглаве на имя Гаи. И можно построить славление, что повторяется медитация, мантра медитации к каждому из них, или одним кругом, или разными кругами. И, соответственно, идет обращение, что вот моя родственница, такая-такая, оставила этот мир. Она уже готова, готова, готова передать часть своего кармического потенциала на оптимизацию ее посмертных путей. Ну и приблизительно, зная, допустим, какие-то самые сильные ее грехи, можно конкретно пойти так, что, допустим, вот, она в таком-то году утопила котенка, вот, за это я, соответственно, сделаю вот это праведное дело, и кармический потенциал за это праведное дело, прошу перевести на оплату того котенка, скажем так. Понимаешь идею? Так, разумею. То есть, в принципе, славление можно сделать не сложным, не тяжелым, не длинным, а можно его сделать в виде мантра медитации, где или идет круг Аум Сагара Най Мягай, круг, следующий круг Аум Стребожа Най Мягай, следующий круг Аум Псаглавы Най Мягай, и, к примеру, можно повторять так, один круг или там три круга Псаглаву, три круга Стребогу, три круга Сагара, и, соответственно, можно или после каждого круга повторять вот эту свою мысль, или общим путем, перед и после, что вот я это делаю для того, того и этого. Допустим, допустим, можно даже это разделить. К примеру, к Сагарра обращаемся, что во Всевышний Ра, проявленный как Сагарра Бог, мы готовы, соответственно, в оплату своих каких-то кармических долгов перед этим человеком. Вот сейчас отдать часть своего кармического потенциала на погашение проблем этого человека и просим тебя, как всезнающего, всесовершенного, вселюбящего, истинно заботливого, найти оптимальное применение нашему стремлению. Прими наше славление, прими наши мысли в том ключе, в котором ты знаешь, что оно принесет высшее благо умершей, умершему. К Стребогу, соответственно, обращение, что как судья посмертных путей, как распорядитель судеб умерших, прояви терпение, прояви готовность принять нашу оплату за этого человека. Не откажи нам в этом праве, потому что мы имеем на это право. У человека есть и к нам какие-то долги, и у нас есть долги к этому человеку. Мы связаны с этим человеком. Мы имеем на него права. Мы имеем право впутываться в его посмертные пути. Мы просим, требуем свои права по энергетическому обмену с умершим человеком. И, допустим, к псоглаву. Псоглав – тот, кто прокладывает пути. Псоглав – тот, кто ведет за длань каждого умершего. Псоглава выведи нашего, нашу умершую таким путем, чтобы в этот путь вложились вот те стремления, которые мы излагаем, подкрепленные теми энергиями, которые мы, соответственно, в это направляем. Относительно рода целого – это нужно проводить жертвоприношение. Это нужно проводить, соответственно, в переддень одного из свят, или, соответственно, в переддень каждого из празднеств. Нужно проводить жертвоприношение как бы на закате энергии прошлой четверти года с соответствующими мыслями о искуплении рода, о искуплении составляющих личности этого рода, о синхронизации этой ветви рода человеческого с глобальным планом и предназначением дхармой, во имя чего человечество было создано. Но нужно проводить стандартное огненное жертвоприношение. Понимаешь идею? Понимаю. А если не полностью рода, а несколько людей, несколько поколений, конкретно по именам, но как будто бы немного их купить, не направлено на одну одну конкретную? Вот такого варианта. Тут получается или по каждому конкретизировано нужно, или, соответственно, всем в общем ключе. А, допустим, так, что за этого, этого и этого, такого варианта нет. И есть вариант за этого и эту, когда речь идёт о отце и матери, о бабушке и дедушке, там, о супружеской паре. Они как бы в некотором смысле единое целое. О них вдвоём можно сказать. Допустим, о них и о брате, о них и о сыне или о отце нельзя сказать. Или непосредственно, поимённо, или за пару, или, допустим, за несколько пар, можно, кстати, за несколько пар. Ну, а дальше следующий вариант – это все вместе просто. Обобщённая идея предков, обобщённая идея родичей. Тобто, можно ту самую мантру-медитацию використовывать за деколька пар. Смотри, за несколько пар, да, можно, в принципе, это делать. Но мантра-медитация – это когда у нас идёт адресно в идеале за одного человека. Если за несколько, то можно. Допустим, за пару. За пару можно. За две пары уже начинаются сложности. Если три пары, уже сомнительно. Потому что у каждого из них свои какие-то кармические направленности, и лучше это не смешивать. Но тогда просто лучше четыре раза в год, пять раз в год, или девять раз в год на убыль временного цикла осуществить жертвоприношение. Ты же знаешь, что перед праздницами идут самые тёмные дни. Это лышень перед Яриланым днём. Это ночь перед Рождеством, которая стала легендарной даже у христиан, как они изображают, как там черти бегают, и так далее. И вот в эти дни, когда человек осуществляет жертвоприношение, он осуществляет колоссальную пользу для природы. И за это человек как бы просит, в чём-то даже требует, эквивалент для своих предков. Понимаешь идею? Понимаю. То есть, от двух пар включено лучше жертвоприношение. Да. И тогда не нужно... Вот скажем так, две пары, две пары, это то состояние, когда ещё можно попробовать непосредственную медитацию, и когда уже можно жертвоприношение использовать. Но лучше всё-таки уже тогда две пары не вместе, а уже со всеми вместе. Но если всех вместе не знаем, то тогда можно две пары уже оставить. Потому что муж и жена это нечто целостное. На некотором плане, в некотором смысле. Хоть понятно, что у каждого свои кармические пути, и они могли быть в разных жизнях уже друг к другу, кем угодно, но в этом воплощении, в этой жизни. Снова, сейчас есть ряд условленностей, условностей, ряд неточностей, допустим, может быть, несколько мужей, не первый мужчина, и всё такое. Это портит процесс и так уже. Соответственно, вторая пара, это если будут родители, у них уже какие-то процессы могут отличаться от этой пары. Да, в чём-то эта пара будет как бы продолжением той пары. В чём-то. Но уже со сложностями. Как максимальная натяжка две пары, ладно. Это максимальная натяжка. Но как бы в идеале всё-таки или поимённо, или попарно хотя бы. То есть в случае жертвоприношения саме жертвоприношение уже есть платью? Да. Не просто жертвоприношение. Если ты его, допустим, сделаешь на праздничество, это тогда не считается. На праздничество ты должен делать по праздничеству. Ещё есть вариант. На праздничество ты можешь сделать и по праздничеству, и для этих целей. Но тогда это нужно два разных жертвоприношения, и тогда это уже через Кродо-Бога. Я сейчас, допустим, описал стандарт, который вне Кродо-Бога, как бы, существует. Сейчас еще перейдем к Кродо-Богу. А вот, чтобы твое жертвоприношение или чье-то жертвоприношение считалось настолько важным, что его можно взять за плату помощи кому-то из умерших, оно должно быть в самые негативные дни. Если бы ты идеально знал астрологию, можно было бы вообще даже вот конкретно выбирать самые какие-то тяжелые дни и в них проводить жертвоприношение. Тогда в тяжелый день ты как бы облегчаешь участь окружающих искр, ты приносишь рассредоточенное благо всему, что тебя окружает. Но если эквивалент этого благо сгруппировать, получится, ты заслужишь помочь кому-то из своих да. Через початку. Теоретически можно и в начале и по ходу эту мысль держать в сознании. Что вот я осуществляю, я приношу пользу. В некоторых допустим обрядах еще речь начинается, что все окружающие живые существа услышьте мое слово. я начинаю такое-то действие. И соответственно, даже в имя наречения, может, помнишь, есть такой момент. Смутно, смутно. Ну так или иначе. И соответственно, мы обращаемся к окружающим живым существам. Те из них, кто осознанные, могут уже сразу увидеть, что да, ты делаешь, да, энергия идет, и они такие уже, посылаем благословение, он нам помог. Какой-нибудь домовик, лесовик это запросто может. У него кармического потенциала благословить твоих родичей хватит. И реально помочь им. А окружающая природа и люди нынешние, которые не смыслят в этом, ну просто они получат, и с них просто как бы спишут, ну это тебе запишут. Но если тяжело держать во время всего жертвоприношения, то можно сначала сказать, в конце? Да. Но если держать весь час, то до тех самых Сагара, Стрибога и Псеглава направиться? Почему нет? Это просто к законам мироздания. Жертвоприношение имеет свой традиционный канон. Аумсвара, 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 иесвара. Это уже идёт определённое действие, это уже идёт определённое направление, ты просто должен следовать канону жертвоприношения. Читается мантра, зажигается огонь, возливается масло. Да, вот в тех обрядах, которые мы проводили, я часто там совмещаю очень много всего. Я иногда и Митродатии говорил, и там другим, что вот сейчас можете вот за это, можете так. Но в идеале не стоит на это ориентироваться, потому что я мысля постоянно, я синхронизируя мысли с Псеглавом, я нормально могу одной орбитой мышления осмыслять то, что рядом происходит, и что вот горит огонь, вот моё тело, вот союзник, вот союзница, вот ложка, вот пшеница. А другой орбитой мышления я могу повторять идеи, даже несколько идей, что мы это делаем для того, это так, это и так. В идеале же при жертвоприношении следует соответствие жертвоприношению просто. Если у нас в мыслях, допустим, аум с вора, аум с вага, мы понимаем, к кому мы это обращаемся, мы провозглашаем сварага, когда бросаем пшеницу и возливаем масло, мы понимаем, как случился этот вселенский взрыв, которым свараг, взорвавшись, породил мироздание, как потом от рода искры нисходили в материальный мир. Мы вот это всё как бы в сознании переповторяем по ходу самой мантры аум свара, аум свага, аум сварай сварага. Вот это вот. Но какой-то частью мы понимаем, что вот мы это делаем для этого делаем. Понимаешь? Доброе, я зрозумел. А в случае, если это мантра медитации, то... А в случае, если это мантра медитации, я привел примеры обращения перед или после круга, как обращаться за кого-то из одержек. Так, але там нужно вказать, что я сделаю это. Да, да, там вплоть до того, что ты можешь указать, вот я скоро проведу жертвоприношение, вот его прошу не обобщенно всем зачислить, а вот этому конкретному человеку, допустим. Может быть, человек когда-то, к примеру, осуществлял какие-то, ну не знаю, матюкался очень долго. К примеру, если человек ругается матом где-то около получаса, это он делает где-то антиверсию одного жертвоприношения. То есть он себе записывает столько минусов, сколько потом можно компенсировать одним жертвоприношением. Понимаешь идею? Разумею. потому что когда человек использует вот эти все слова, он, соответственно, искажает энергетические потоки родительства, энергетические потоки, связанные с продолжением рода, с половыми энергиями, и кучу всего. Там множество, еще имена каких-то быгов могут в искаженном виде присутствовать. И все это настолько портит информационное поле, что, конечно, не священнослужительское, обычно того же человека жертвоприношения только может это компенсировать. Но это не конкретно что-то нужно компенсировать. Нет, не бывает не конкретного. Вся неконкретное состоит из-за чего-то многого конкретного. К примеру, если она ела мясо, это уже конкретный факт. Допустим, она ела мясо сколько-то там лет. На это конкретно убивались животные. И конкретно, соответственно, можно, допустим, засесть за тот же интернет или засесть за какое-то другое дело. И, к примеру, вот я сегодня час проповедую или я с кем-то час, допустим, беседую о том, что трупятину есть нельзя. И человек может отказаться от трупоедства, но я не хочу себе это достижение забрать. Я его отдаю своей умершей матери или бабушке или дедушке или еще кому-то, поскольку они мне делали много праведного. Я, допустим, не успел все им эквивалентное сделать. Но они делали глупости, они ели мясо. Сейчас, дабы облегчить их посмертные пути, я сам не поедаю мясо и так проповедую. Возьму на себя дополнительные обязанности проповеди и я буду, допустим, сколько-то часов проповедовать, чтобы отдать потом результаты этой проповеди им. Понимаешь идею? Понимаю. А можно, например, манкорай это заменять? Да, да. Ну, манкорай тут зависит много от концентрации. Можно, допустим, еще мантры общей гармонизации окружающей природы какие-то повторяться. Тобто не обязательно под конкретный грех какую-то конкретную практику. Ну, лучше всего было бы как-то типа, вот она срубила дерево, вот я сейчас посажу и такой боги, не-не-не, мне это не пишите, ей вот это запишите. но, если нет возможности все это правильно подозревать, сгадать, и так далее. тогда условно хотя бы, да. Но, вот, конкретика, она всегда лучше. Понимаешь? Я понимал, что лучше. Но, если нет, то нет. Понятно. хоть как-то нужно, хоть что-то нужно пытаться сделать. Тогда можно, например, то же самое, вот просто, допустим, проповедую, кроме обычного. Еще важно, вот, если она берет на себя эту практику, она не должна урезать потом свой проповеднический потенциал. Она должна вот проповедовать на том же уровне, на котором она проповедовала до того, как она на себя взяла эти обязанности. Понимаешь? А вот только то, что она сверх этого попроповедует, она может потом предоставить как эквивалент туда. Доброе, а если все-таки не конкретно, то это может быть манкорай, может быть что-то по гармонизации просто, что еще? Ну, собственно, может быть помощь какая-то окружающим живым существам. Любое потенциально правильное дело, его можно предоставить соответственно туда. Но тут как бы это не должно быть она например не может сказать, что я сегодня учила детей, поэтому как бы туда. Нет, она и так учит детей. Я разумею, плюс мае буте поперше, она должна урезать или сон себе, или должна урезать питание, или должна урезать спокойное время препровождения. И вот за счет урезанного вот этого времени, за счет высвобожденного потенциала, она должна сделать что-то дополнительное, кроме того, что она делает обычно, и сказать соответственно вот я это туда засчитываю. как часто это стоит минимально минимально. Можно это связать с лунными циклами. Можно это связать с лунными циклами и взять для себя так называемое безлуние. Понимаешь? Я не почув. Можно связать с лунными циклами и взять для этого дела так называемое безлуние, то есть максимальную убыль месяца. То еще не новый месяц, а последний день перед. Да, максимальную убыль. месяц, а если например раз в неделю после... Нужно. Лучше это делать допустим по субботам. Не в тот день когда славление? Нет, это будет лишнее нагромождение. Не нужно. Не нужно совмещать разное. Лучше это практика, она не будет работать, если она будет работать в ущерб основных, основной дхармы человека. И поэтому если вдруг она как-то там хоть минуту в славлении обычного режет для этого дела, получается все это дело будет нашмарку, как в простонародье говорят. Поэтому лучше все-таки разделить, и чтобы она обычное славление делала, как уже делает, но она знает как бы как. А в другой день просто добавить этот процесс как бы вообще не связывая. Вообще никак не пытаясь там совместить, потому что там начинается сложность уже какая-то типа даже как в одном случае было, что на одной и той же свече это все проходило, и оно не засчиталось, потому что свеча уже была зажженная для другого, вот не считается, понимаешь. Хоть по времени все там нормально было сделано. Поэтому лучше разделять максимально насколько только можно. мантра медитация до Сагара, до Стрибога и до Псеглава еще один важный у вас это будет правильно работать только если это будет именно тройное обращение. Лучше можно попытаться отдельно или к Сагара или к Стрибогу или к Псеглаву, но Сагара это слишком высокий уровень, чтобы процесс сработал. Стрибог может принять, но Псеглав может не ответить ввиду того, что он реально занимается переводом умерших. Получается, если мы как бы только в одну точку направляем мысль, есть ряд тонкостей. Это не значит, что оно не сработает, оно может сработать. При неправильной концентрации и в тройне не сработает. Если человек, допустим, будет думать о котиках или о смешных каких-то видео с Фейсбука или еще чего-нибудь, но когда в тройне это получается в принципе в одном и том же направлении идет три мысли. Тут если один уже услышит, то другие два подключатся, потому что там связь определенная есть. Ну и в тройне сильнее, чем если кому-то одному. минимум одно коло 64 и 64 а на великий 9 сенедмен корай. Да. И другой вариант. Можно совместить их троем на один круг. Одно повторение у нас будет. псоглаве наймягай. Это будет одно повторение. Ну або уже три четыре кола и так так. Но это только для того, чтобы оформить заявку. Да. Это и есть потенциал, которым оформляется заявка. Это бумага и чернила этой заявки. Но не самоплата. Добро, дякую. Я ну зрозумел больше-менше. А ты сказал что споро Да, основные варианты. Это основные варианты. Бог крода описывал эти варианты. Бог крода практиковал эти варианты. Но Бог крода допускал очень много экспериментов. И Бог крода в частности разработал ряд практик помимо этих вариантов. Теоретически при установлении с ним связи можно также допустим договориться, что я там не знаю как мне сделать. Вот к примеру может есть какой-то там дедушка или бабушка а уже мне и не рассказали о нем и я сам его не знаю. И я не знаю как бы вообще как начать молиться за этого человека. Потому что может человек был праведный и вообще не стоит его отвлекаться. Может он уже в духовном мире или на высших планетах я сейчас начну вот эти все лишние движения зачем оно тогда надо. И как бы получается ему это оно не надо а я свой какой-то потенциал потрачу может у него потенциала больше чем у меня уже и и не туда и никуда тогда можно с крода богом в принципе так и с псоглавом можно но с псоглавом сложнее с псоглавом нужно договариваться тогда уже конкретно что ему отдать часть своего мыслительного потенциала для просчитывания разных кармических сценариев и это не так что ему отдать что ты типа станешь глупее а он сам будет просчитывать твоим умом нет это как бы ты сам будешь просчитывать но то что он скажет это как если бы к примеру ты предоставил удаленный доступ кому-то к своему компьютеру и тот человек делал бы там свои процессы иногда вот в принципе таков сценарий с псоглавом вот фиксировано именно ему в принципе не надо особо ничего другого ему нужно создание вот этих посмертных каких-то сценариев нужно допустим чтобы его помощники вживались иногда в роль в жизнь того человека который умер понимали что для этого человека было самым приятным или самым ужасным и на основании этого понимания создавать сценарии для его райских или адских каких-то процедур с крода богом по-другому с крода богом можно медитировать передавая ему умерших просто даже с кладбища реально можно прийти на кладбище помедитировать к крода богу пособирать умерших и направить к нему или можно самому дать им какие-то задания но это это сложно правда самый легкий вариант это к примеру это легкий вариант но и тут уже нужно хоть какая-то чувствительность вариант заключается в том что прийти на кладбище найти те могилы сознание в которых уже во-первых сознание в которых осталось телом при захоронении а во-вторых когда оно уже или только-только покинуло тело или покидает тело постепенно и идет там не просто физическое а энергетическое разложение в состоянии энергетического разложения необходимо вдохнуть в себя вот те энергии которые разрушаются использовать их как топливо вырвать искру оттуда вырвать искру и направить к роду богу дальше следующую могилу найти там где вот именно энергии разрушаются внешне по могилам это не видно по дате захоронения это тоже нельзя понять потому что человек может в идеале и должен сразу после смерти покидать тело практически все эти 9 дней 40 дней тоже никто не отмечал не отменял вернее дальше при особой материалистической привязанности человек может оставаться годами и столетиями в своем мертвом теле поэтому можно реально обойти целое огромное кладбище и не найти ни одной энергетически разлагающейся могилы некоторые нынешние практики называют такие могилы рабочими могилами рабочими не в плане что рабочие крестьяне а в плане что человек при своей жизни в своем теле в тонкие поля энергетические оболочки набирает энергии окружающей природы набирает энергии солнца набирает много чего другого а после смерти он это все забрать с собой не может для его отделения от тела нужно чтобы это разрушилось и так же само как биологическое тело является в принципе хорошим удобрением для почвы так и эти энергии их можно и самому собрать и использовать допустим для собственного лечения для лечения кого-то для порчи для приворота для разных таких процессов но их можно и собрать для того чтобы эту искру полностью по-быстрому оторвать от тела и послать к роду богу вот такие практики желательны для рода бога и если мы ему допустим посылаем умерших он потом их каких-то за каких не хочет браться отдает псоглаву но это все равно считается нам каких-то он берет реально и оптимизирует разными путями и нам вот за то что мы приняли участие в оптимизации умерших скажем так неплановой понимаешь вот есть допустим в государстве та же самая полиция а есть разные частные детективные охранные и другие агентства есть допустим государственные но сейчас уже не совсем медицинские заведения а есть частные клиники вот крода бог он как бы вне основной структуры посмертных путей но во многом он делает то что делает псоглаве стребок как псоглав он переводит по разным мирам как стребок он принимает решение что с этой искрой делать и как сагара он может дать именно вознесение любой искре независимо от желания независимо от других параметров ясно али просто компенсувати чи заплатить мантрами крода богу неможливо нет можно соответственно или самому это делать или к примеру помогать тому кто это делает в физическом в энергетическом в любом другом плане я не знаю какие еще запитания задать с этого привода если есть есть служба которая занимается вариантов всегда много теоретически тому же парламенту никто никогда не помешает самому какого-то достойного воина взять и себе туда забрать или допустим стребогу сказать вот я хочу чтобы этому было так никто не мешает промыслу такое сделать или кому-то вересу никто не мешает высшим богам мудрецам никто не мешает вносить свой вклад в свои мысли поэтому теоретически можно вообще любому богу молиться и если с ним будет установлена связь если он решит откликнуться если все это будет правильным если у него хватит времени ресурсов потенциала стремления и если еще много всяких если но теоретически то да практически вот официальная служба это псыглав стребок сагара частная экспериментаторская практика это кроду отчасти шанат шанат к нему можно именно обращаться чтобы не было мук умершего чтобы он именно упокоился скажем так чтобы даровать ему стабильность сродни несколько нирваний теоретически он даже сам может забрать к себе какого-то умершего и тут будет между реальностями как бы существовать и если это сознание сильное то он использует это для себя для осмысления окружающей реальности если сознание слабое это будет просто бегство от реальности как та же нирвана шанату нужно платить тогда разнообразными такими нюансами как к примеру 27 дней молчания или столпничества или других таких серьезных практик там получается молчание начиная 27 дней столпение начиная от 36 дней просто сидение начиная от года сидение в так называемой позе лотоса вот если год сидеть в позе лотоса медитируя к шанату тогда можно как благословение за это попросить чтобы он взял кого-то из умерших ну зрозумело я думаю что такие серьезные практики уже просто не придет ну просто понимаешь я для себя вот именно такие варианты взаимодействия что я не вижу возможно мне кучу всего нужно делать не до вот этих месяцев сидения стояния всего такого и так когда по каким-то проблемам приходится как-то ограничить свою деятельность это и так вредит делу и так выбивает из строя а тут еще добровольно то это принесло бы пользу для связи с ним но это вразрез с основной целью скроду намного мне проще потому что вот я самоскрода и псоглаву псоглаву я дал часть своего ума на постройку этих всех планов мне даже интересно мне вот даже с исторической точки зрения часто интересно ну как бы это интерес не тупой в плане интересов нынешних людей это тоже научный тоже разумный интерес для лучшего понимания истории когда с разных времен истории он мне дает на осмысление умерших и у меня как бы есть доступ неполный доступ но частичный по крайней мере есть доступ к памяти по факту к жизням этих умерших и через это можно там ну допустим понимать какие тогда были технологии какие верования какие слова говорили и так далее то есть даже в плане изучения истории контакт с псоглавом для меня то что надо с крода богом это вообще целая отдельная наука это целая отдельная древо возможностей поэтому я очень благодарен кроду богу и всему пантеону шукру рахмана я стараюсь можно чаще осуществлять обращение к священному огненному пантеону богов могущество которых превосходит и жизнь и смерть и все остальные иллюзии этого мира но для этого нужен базовый уровень серьезности готовности и мистических способностей по крайней мере базовых каких-то ну чтобы хотя бы найти нужных умерших к примеру тот умерший о котором я много говорил который оградку хрызет он не подходит он уже от тела то отчасти отсоединился может если у него именно был яркий такой вот момент разложения может если бы тогда его вырвали то он бы уже пошел куда-нибудь но не было качественного сотрудника бога крода который мог бы там посодействовать а теперь он уже в этом состоянии закостенел и с ним нужна отдельная целая работа и общение и настройка на него это все сложно достаточно к примеру когда вот идет сам факт энергетического разложения и как такового рассоединения тел тело еще может оставаться как некий якорь привязки сознания но уже рассоединение как бы полное осуществилось уже сознание может без труда в любой момент выходить из трупа и даже ну тело как бы вот как якорь у корабля умерший может как бы по кругу там определенному который ну по той или иной форме скажем так которую дает свободу местности его энергии все может вокруг этого места ходить но уже не обязан лежать в своем гробу уже не обязан синхронизироваться с гниющим телом до этого он тоже может теоретически выходить из тела из гроба но постоянно его естественное притяжение возвращает обратно в его тело это очень важный такой переломный момент когда если подойти то можно и энергии взять на разные процессы и соответственно помочь человеку как то так это два отдельных они вот именно в паре как правило Шанат и Амарант они много вместе провели ритуалов они вот именно жизнь прожили как такие очень близкие братья и до сих пор они как очень близкие братья это в паре как спокойствие и вечность даже их наимена Шанат Амарант спокойствие и бессмертие вот как-то так крода несколько по-своему крода как бы связан естественно но несколько сам по себе есть еще Досканал есть еще некоторые боги то правило Шанакра Шанат 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 уважение и спокойствие ну вот я почему-то таки запоминал я всегда буду рад ответить когда не позвонить спасибо тогда к другому вопросу Игорь – это известный Игорь, убеденный. Игорь – это известный Игорь, убеденный. Игорь – это известный, достойный философ, князь. Игорь – это известный философ, князь. Игорь – это известный философ. Игорь – это известный философ, князь. 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 Сколько у нас есть великих князей императоров Руси? Игорь – это известный философ, князь. Резитар, да, тоже праведный человек. Я тогда понял свою ошибку, в принципе. Я должен буду сделать по ним какое-то отдельное видео. Знаешь, я всегда тебе говорю, что задавай конкретные вопросы. Когда, к примеру, это всё-таки те, кто сделал ряд действий, те, кто имел связи с... Короче, те, вокруг кого есть целый клубок историй, то я теряюсь в том, чтобы как-то их что-то сказать. Нужно отдельное, хотя бы какое-то базовое по ним будет сделать видео. Здесь, скажу, родился в таком-то году, действовал там-то. Я понял. Принимаю это к... Ну, в общем, ты понял. Бай-гитар. Ну, я же говорю по этому поводу. Пропрошу. Я же и говорю по этому поводу, что пока я, наверное, вас держусь, мне тяжело вот что-то отдельное вырывать. Я постараюсь поскорее сделать именно видео про них где-то на полчаса, хотя бы. Ага. Тобто, зараз и такие... Добрый, добрый. Ну, просто что я скажу, правильный человек там, и что это будет? Много, сколько... Нет, я смотрю еще краще, пизнише, а... Я как-то... Псайнише. Вот, хорошо, вот, даже про Мирослава я сказал не совсем так, как надо. Можно другие аспекты, можно его как раз взять, философские размышления. Да, правда в том, что, к примеру, и про Идентироса у меня не так много данных, но, по крайней мере, есть его какой-то текст, где понятно, что он был философом, он был князем, он оставил знания. Можно о нем какое-то представление сложить. Про этих... Вообще, не знаю, смогу ли я когда-то это все-таки сделать, но... Было бы хорошо когда-то сделать про каждого из правильных, таких вот важных, хоть что-то. Пропрошу, а Идентарос, это не втелення Дана? Нет. Идентарос, это... Это тот, кто оставил пласт наставлений. Может быть, помнишь? Нет, я немного помню про Идентароса. Это создается с ним связанная история про жаву, стрелу. Нет? Но это тот пласт истории, да. Что же? Это тот пласт истории. Это тот пласт истории, в принципе. Далее. Ну, как бы, по цим запитаниям все. Я... Могу сказать, что там, под конец славления, там уже перед непосредственно Шаяном и Селенко, есть те, кто занимались сохранением. Якуб, допустим, они занимались перевозом и сохранением ведических писаний. Это если, чтобы как-то тоже коротко... Ну, я могу сказать, какие не зрозумели загалом, а ты же сделаешь выяснение, если нужно сейчас про кого-то сказать. А то же там все не зрозумели, потому что она может понимать только, к примеру, таких, как Святослав, Игорь, Рюрик, допустим, или Шевченко, или, к примеру, Селенко. Вот таких, а, к примеру, тот же Якуб, что она про него знает. Ничего. Ну, вот Вон и Ануфрий, той самой прави Рик. Да, да. Тарас, Вегетар, Родомысл, Ведемир, Свяслав и... Ну, вот. Теодор... Теодор боролся... Теодора можно считать очень качественным экзорцистом еще. Вот это про него можно как яркое что-то выделить. Якобы можно выделить яркое, что он занимался спасением ведических текстов, но это тоже далеко не целостно, не полно. Ну, хоть как. Ну, це все дуже цікаво про цих особистостей, и, ну, це якраз, я думаю, что можно тут закінчить. Возможно, когда будем развивать страницу, то, соответственно, там сделаем про каждого из них статью какую-то. Ну, вот. Тому, если можно, я бы сделаю эту паузу, и с этого момента перейшов би до... Другой нашей истории. А вот...